Доброе утро, девочки и мальчики. У меня сегодня выходной, понедельник. Вчера был спортсал. Сегодня, конечно, всё поваливает. Спину сорвала. Это плохо. Продула ещё где-то её. На зале добавила. От веса. Это, конечно, не очень хорошо. Вообще у меня выскочила, блядь, такой прыщак на лбу. Так везде всё хорошо. А тут, конечно, вообще капец. Сегодня погода у нас такая. Всё тает. Оно всё такое скользкое. Надо зайти на работу, забрать свою обувь, кроссовки, в которых можно хоть более-менее ходить. Нужно отдать в ремонт свои ухи. Кстати, им уже хана. У них подошва полопалась. Поэтому им жить не долго. Отхожу, выкину. Надо будет на другом сайте заказывать обуви же. И ещё хотела сказать. В общем, сегодня надо будет... А, я же на волосы иду на 12 обрезать, подрезать. Это уже не очень волосы. Так, нормально сегодня дел. И потом домой приду тоже. Надо будет дел поделать. Так что... Хорошо, что сегодня выходной. И так, первый пункт моего приключения это отнести ухи в ремонт, если работает ремонтник, к которому я сюда ходила. Почему-то шапка вообще не нравится. Видишь, как дебюлька. А затем сразу на волосы. Я думаю, что я уже не успеваю немножко. Поздно вышла. Позже вышла. У нас туманище. Буду более-менее ещё идти можно. И о ботинках в осенних. Скользко. Прохладно, сыро. Не очень погода. Но дела надо делать. Здравствуйте. Так, скажите, пожалуйста, можно ли сделать всё там что-то? Смотрите, ты должен у нас подошла, дружки подклеить. Насчёт подошвы я вам ничего не сделаю, потому что у нас подошвы нет. Не, подклеить. Клеем нормальным, чтобы я не парилась. Хоть трошки доносить. Смотрите, значит, смотрите, то, что я поклею, всё равно надо вот эти места хоть прошить. Но вот это вот снимать делёте. Слуха, если бы не в боку. Да, видите, в боку. Если бы только в центре, можно было поставить профилакцию. А тут по бокам вот. Вообще ничего не сделаешь с ним, да? Если бы надо заказывать вам такое... А, значит, из кленика подошла. Ещё и подошла. И вот такой навряд у нас тут. Ага. Короче, нет смысла делать, да? Я вам... Похоже, что да. Да, хорошо. Да. Спасибо, я поняла. Это тем более подошва, это самое, прошивающая, и это самое, она накладная. Ага. Ясно. И тогда вы бы что-нибудь ничего не верю. Нет, ничего страшного. Я как раз и спросить хотела. Спасибо большое. Можно было сдать эти... эти ушки по акту рекламации. Но Наташа, как всегда, выкидывала всё. Все документы. Может, посмотрю. На сайте есть акт. Скачаю. Если нет, то просто выброшу всё. Буду искать теперь нормальную. Ну вот, минус, одна проблема. Телепай. А ты так поворачивайся боками, да, вот так потруси. Да, добрать. Постарай только. В этой классной цепи я вообще не понимаю, куда её можно носить. Типа... Не понимаю, для чего она нужна. Это база. Классик, как бы сказала. Такое берём по-любому. Короче, не сделала только два пункта. У меня уже не хватает сил. Даже решила съесть банан. Тоже купила в АТБ. Сейчас скажу, как я клала деньги на карточку. Зашла в АТБ, там стоит терминал. Засовываю деньги. Нажимаю продолжить. Только пока не работает. Полторы тысячи гривен у меня в терминале. Я не мог подтвердить и отменить. А думала, вообще хана. Дела не будет. Потом терминал раздоплился. И автоматически начислен мне деньги на счёт. И после этого я решила, что в этот терминал я больше класс ничего не буду. Не сделала только два пункта. Не купила корм Тимке. И не купила скотч. Но корма у неё там хватит. Я завтра куплю после танца, или после работы. Посмотрим. А скотч мне так сильно нужен. Там надо идти именно в строительный. Мне надо мягкий скотч, а мягкая основная на пену. И сейчас я решила сделать уже паузу, потому что потратила больше сил. И зашла ещё в магазин. Одежду посмотрела. потратила больше, что я всё, чем тренировала. А ещё у меня вопрос. Откуда в понедельник, будний день на улице столько людей? Такое чувство, что они не работают. Ладно, у меня. У меня выходной. А они... Просто тьма народа. Кстати, у нас плюс пять раз. Какие глаза голубые. Вау. Как так? Неужели мне куртка эта глаза оттеняет? Красивая. Фух. Дошла домой, сейчас передохнула. Дела 4 часа уже, блин. Ты няла 4 часа. Капец. Я сегодня была у девчонки. Блин, я когда-нибудь к вам выйду с нормальной прической? В общем, неважно. Буду так рассказывать. Сегодня у девчонки на квартире стриглась. И у неё висели картины по номерам и нарисованные. И я такая думаю, приду домой, сделаю всё и сделаю себе уютный уголочек и порисую картину. У меня как раз пятёрочка так и не нарисована. Хотя он стоит. Вот. Енот, которого я рисовала. Постала. Прикольно выглядит. Нарисую, думаю. Начну и продолжу. Там уже начала. Как-то вот в такую погоду мне хочется что-то уютного, тёплого. Пока отопление есть. Пока спокойно. Хочется какого-то умиротворения. Тем более у меня вчера классно прошёл день, вечер. Хочется закрепить это состояние, чтобы рабочие и следующие дни пришли хорошо. Хух. Помыла волосы, сделала масочку для волос. чтобы их немножко взбодрить. Я взяла свой скорбок вошел. Мне дали вот такое масло на пробу. Хочу попробовать сделать массаж. Понятно ли мне это масло или нет. нужно использовать какое-то что-то отм记ения пацаны Друзья, я уже успела поработать, картина так и не рисовала, просто что-то меня поперло на работу. Сделала растяжку, приняла душик и легла спать. Всем спокойной ночи. Спасибо, что смотрели мой вложек. Пишите комментарии. Завтра у меня рабочий день. Встретимся в выходной. Всем пока.